Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как повысить количество подтягиваний на турнике. Потому что многие из вас, наверное, сталкивались с тем, что количество просто не растет. И этот ступор может длиться месяц, два, полгода, год и более. Это может быть связано в первую очередь с неправильным питанием. И, конечно же, оно должно быть у вас сбалансировано. Должно хватать вам белков, жиров и углеводов для полноценных тренировок. Вторым аспектом может быть то, что вы недостаточно отдыхаете. Тренироваться нужно примерно одну группу мышц. Стоит тренировать как минимум через день. То есть каждый день одну и ту же группу мышц желательно не тренировать, потому что результата можно не увидеть. И третий аспект – это то, что вы делаете одни и те же упражнения. То есть если вы хотите повысить количество подтягиваний, вы только подтягиваетесь. Соответственно, мышцы привыкают к нагрузке и уже не дают желаемого результата. Поэтому нужно делать различные упражнения, чтобы пробивать мышцы с разных углов и чтобы сдвинуть этот ступор. И сегодня мы рассмотрим несколько упражнений, которые помогут вам повысить ваше количество подтягиваний. Атлетам, стремящимся повысить количество подтягиваний, я советую подтягиваться на максимум не чаще одного раза в неделю, чтобы сдвинуться с места. И, конечно же, в тренировках делать вспомогательные упражнения. Первое мы сейчас рассмотрим – это виз на негатив. Если вы подтягиваетесь не более 15 раз, медленно опускаемся. Медленно, медленно. Если вы подтягиваетесь не более 15 раз, можно вам делать это упражнение со своим весом. Если же ваше количество больше, стоит вешать дополнительный вес. Там может быть гантеля, блин, гиря, что угодно. Вторым упражнением станут подтягивания с одной рукой в положении ниже, для того, чтобы сместить угол нагрузки на вторую руку. Если вы делаете на двух руках максимум 20 раз, то, соответственно, рабочий подход ваш будет 12-15 повторений. Выглядит это следующим образом. Берем одну руку ниже. Другую руку и подтягиваем. И третьим вспомогательным упражнением станет виз на одной руке. Он помогает развить выносливость рук и крепить хват. Старайтесь висеть как можно дольше на правой, на левой руке. И отсекайте время, сколько вы висите на каждой. И следите за прогрессом. Это поможет вам висеть дольше, на двух, соответственно, повысить вашу выносливость. И последнее вспомогательное упражнение – это лазание на рукоходе. Они могут быть горизонтальные, примерно, как этот, или идти вверх под углом. Лазание на рукоходах повышает выносливость рук и поможет вам сдвинуться в количестве подтягиваний. Итак, мы с вами рассмотрели 4 вспомогательных упражнения для того, чтобы повысить количество подтягиваний на турнике. Но, конечно же, не забывайте прорабатывать те группы мышц, которые непосредственно работают в этом упражнении. Это, в первую очередь, хват, кисть, предплечье, бицепс, трицепс, кратчайшие мышцы спины и дельтовидные. Для этого можно брать эспандер для хвата, работать со штангой либо с гантелем на кисть, работать с гантелями либо со штангой на бицепс и прорабатывать различными тренажерами, такими, как гиперэкстензия, либо тяги на блоках вашу спину. Тогда, когда вы включите разнообразность вашей тренировки, возможно, вам удастся сдвинуть ваше количество подтягиваний и добиться желаемого результата. С вами был Денис Гавриков, он же Дени Монтана. До новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!